Добрый день! Приветствую всех, кто в прямом эфире присоединился к эфирам на Большом Радио. Программа «Точка зрения» у микрофона Анна Будовская за пультом звукорежиссера Евгения Жукова. И с большим удовольствием я представляю еще раз сегодня гостей у нас в студии. Главный внештатный коллапрактолог Минздрава России, научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра коллапрактологии имени Александра Наумовича Рыжих, Минздрава России, академик Российской Академии Наук Юрий Анатольевич Шилыгин. Доброго дня! Добрый день! И также у нас в гостях заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы имени Петра Андреевича Баянзина по хирургии Арам Альбертович Манучаров. Здравствуйте, Арам Альбертович! Добрый день! Сегодня буквально сразу после нашего эфира вы отправитесь в Центр управления регионом у нас в Мурманске, где состоится круглый стол под названием «Популяционный скрининг. Путь к решению проблемы колоректального рака». Давайте начнем с того, насколько остро для России, в частности для Мурманской области, стоит эта проблема. Вот ее актуальность. Я бы сказал, что это остро стоит не только для России, для Мурманской области, но это проблема номер один мировая, поскольку, если брать мировые данные, то в год примерно заболевает раком около двух миллионов человек ежегодно. И самое печальное другое, половина из них погибает в год, около миллиона человек погибает от рака толстой кишки. То есть мы говорим сейчас о раке ободочной и прямой кишки. Поэтому это крайне важная проблема, крайне сложная проблема. И заметьте, что вот если мы берем в целом по заболеваемости в мире, то это третье место, хотя такое стремление к второму, но по причине смертности второе место в мире. И в равном мере это происходит у нас в России. И, конечно, могут быть некоторые колебания региональные, связанные с особенностями производства, климата и так далее. Но в целом, если мы говорим о России, то примерно тенденция такова же, как и во всем мире. Вот вы сказали, два миллиона ежегодно, да? И половина, то есть миллион около того, к сожалению, уходит из жизни. Это следствие того, что мы не научились до сих пор лечить? Или все-таки вопросы связаны с выявлением и той самой ранней стадии, про которую мы говорим, не безотносительно только онкологии вот этой области, а вообще, да, мы знаем, что чем раньше это выявлено, тем успешнее прогнозы лечения и выживаемости. Ну, наверное, все-таки вот вы уже ответили на вопрос, поскольку прогресс происходит огромный в развитии противоопухолевых препаратов, их эффективности, положим, если взять 20 лет назад, то был прорыв в чем? Появились первые противоопухолевые препараты 5-фтороцил. Вот лечение больных с запущенными формами рака с помощью 5-фтороцил увеличило продолжительность жизни этих пациентов с 6 месяцев до 12 месяцев. В последние 20-летия появились нового класса препараты и препараты платины противоопухоли, которые широко применяются, различные схемы лечения, таргетные препараты, но, заметьте, увеличилась продолжительность жизни больных с запущенными формами колоректального рака с 12 месяцев до 24-х. То есть, да, прогресс есть. Прогрессия наблюдается, да? Да, наблюдается, но это не меняет кардинальную ситуацию. В равной мере, если мы говорим о методах лечения, то сейчас, конечно же, хирургия достигла невероятных высот и практически исключительно низкие показатели смертности пациентов во время выполнения оперативных вмешательств, направленных на удаление опухолей толстой кишки злокачественных. Но я еще раз хотел бы отметить ваш правильный ответ, что все упирается все-таки в ранние выявления ранних форм рака, потому что тут зависимость четкая, она никак не меняется. Если, положим, первая стадия рака, то, по сути дела, выздоравливает где-то около 90% пациентов, а если мы говорим уже о запущенных формах рака, где вообще ничего невозможно удалить, то в этом случае совсем другая картина. И вот мы уже сказали, что наилучший результат два года в конечном итоге. То есть вот из-за чего вот те данные, о которых мы с вами только что упоминали, наблюдаются в мире, в том числе и в Российской Федерации. Ну вот эта область, да, вопросы, связанные с кишечником, проблемы с кишечником, это достаточно деликатная тема, и не каждый человек при возникновении первых каких-то тревожных симптомов обращается к врачу, к сожалению. Мне кажется, это такая распространенная история от нашей обыденности. Как-то замалчиваем, как-то вот неудобно, как-то поболело и прошло. Вот факторы риска в развитии этого заболевания и какие симптомы являются важным поводом к обращению к врачу, чтобы мы не пропустили. Я удивлен вашей эрудицией и знания предмета, поскольку действительно, когда мы собираемся, положим, с приятелями, со знакомыми, ещё как где-то бываем на каких-то общественных встречах, то мы говорим, наверное, о нарушении ритма без какого-либо... Даже не с некой такой вот у меня там нарушение ритма. Я там перенёс недавно инфаркт миокарда, и мне вот спасли с помощью стентирования. Но как-то мало мы говорим о том, что у меня есть кишечные какие-то симптомы неблагоприятные, и выполнили там какое-либо оперативное вмешательство, связанное с заболеванием в толстой кишке. Действительно, это какой-то удивительный момент. Есть, да? Такой вот восприятель нашего общества, и не только у нас в стране, но и во многих других странах. И, конечно, наша задача с вами преодолеть эту ложную стыдливость, поскольку это ключевой момент. То есть симптомы классические изменения ритма деятельности кишечника. То есть, положим, был нормальный стул, появились или запоры, или, положим, поносы. Появились какие-то патологические примеси в виде крови. Это особенно опасно. Но многие увидев кровь, у меня геморрой. Ну да, первое, что сразу, да? Да, первое. Ну, геморрой, значит, я сейчас попробую полечиться сам. Хотя тут же нужно, вот с моей точки зрения, лететь пулей к врачу и уже разбираться с помощью врача с этой ситуацией. И это очень важно, чтобы все могли это осознать, насколько это опасно. Учитывая то, что, опять же, это становится достаточно частым явлением. Хочется затронуть тему диспансеризации, потому что мы много о ней говорим. В принципе, эта история достаточно уже привычна для нас. И, скажем так, есть определенные плюсы, которые уже там за сколько лет? Больше 10 лет, да, программе данной. Уже есть какие-то исследования, связанные там с той же самой историей, связанные с раком молочной железы и тем, что вот как раз диспансеризация и этот скрининг очень помогает двигать в сторону раннего выявления. Вот что касается диспансеризации, своевременного выявления заболеваний, как раз связанных с колоректальным раком. Что мы здесь имеем? У нас в регионе, может быть, есть какая-то статистика и в целом по стране? Помогает нам диспансеризация вот в этом таком деликатном вопросе? И сложном, безусловно, как мы уже понимаем, да? Два миллиона ежегодно заболеваний. Диспансеризация зависит от самих пациентов. Будут они обращаться, не будут обращаться. Пока, к сожалению, по статистике, недостаточно количества жителей Мурманской области, которые обращаются с данной деликатной проблемой. Вот мы вначале затронули вопрос статистики. Я скажу, что в Мурманской области колоректальный рак на первом месте по смертности и на втором месте по заболеваемости. То есть, эта проблема для Мурманской области достаточно актуальна. А по количеству исследований, если можно судить пациентов, которые обращаются с данной патологией, то это 1,5 из числа всех жителей Мурманской области, которые должны были обратиться в рамках программы диспансеризации. Ну что ж, да, такие цифры как минимум настораживающие. Анна, я бы так сказал, что мы уже предварительно в преамбуле с вами разговаривали. Немного, да, за эфиром пообщаться. Немного поговорить. Конечно, здесь мы не должны всю вину, наверное, относить на пациентов потенциальных, то есть на наших уважаемых сограждан. Наверное, это наша с вами задача и средств массовой информации, и врачей попытаться каким-то образом объяснить, насколько это важно, насколько эта программа острая, насколько легко в целом ее разрешить. Я говорю легко с точки зрения самоорганизации, потому что вот у нас все-таки эта программа касательно именно рака толстой кишки, его выявления раннего, она существует, приказ министра с 2021 года. Но есть некоторые регионы в нашей стране, это касается Башкирии, Татарстана, где уже эти программы стали внедрять несколько раньше. Например, в Башкирии это с 2017 года выходит региональный приказ по Министерству здравоохранения Башкирии, и созданы специальные структуры, которые этим занимаются, организована информация людей с тем, чтобы они откликались на призыв сдать самые ценные, что у них есть, их кишечное содержимое на исследование гемоглобина. Собственно, это один из элементов скрининга. Но вот нужно убедить человека прийти и сдать. Затем, если тест положительный, и там определяется гемоглобин, тогда нужно делать, уже готовиться к колоноскопии. Не все, как это ни удивительно, не все соглашаются отдать кишечное содержимое, прийти в назначенное место, где это принимают, и расписываются в каждой региональной программе. И, соответственно, не соглашаются потом на подготовку к колоноскопии. Да, она немножечко такая непростая, поскольку требует некоторое ограничение в овощах и фруктах накануне выполнения колоноскопии. Очень непростая система подготовки с помощью препаратов, которые вызывают диарею. Но это нужно каким-то образом, наверное, себя переломить и решиться. В конце концов, в наше здоровье, да. Могу я так сказать, что вот мы тоже, долгие годы занимаясь лечением пациентов колоректальным раком в нашем учреждении, исконно, это с момента его создания еще Александра Новымовича Рыжих, мы занимались колоректальным раком, поскольку до создания института в 1965 году мы являлись отделением проктологии института Герцена. То есть наши корни растут вот из этого учреждения. И, конечно, мы этим занимаемся таким образом в течение всей истории нашего учреждения. Вы видите, она достаточно уже солидная. Да. И, конечно же, мы осознали, что, да, хирургия хорошо, лекарственная терапия тоже достижения невероятные. Но если мы не вступим на этот путь, на который, например, уже вступила Башкирия, есть такой показатель одногодичной летальности. Он демонстрирует, на какой стадии мы выявляем колоректальный рак. Что это означает одногодичная летальность? Это число тех пациентов, у которых диагностирован был рак, и в течение года они уходят из жизни. И это очень такой показатель, демонстрирующий уровень оказания помощи. Например, во многих странах, где уже долгие годы осуществляют программу скрининга колоректального рака, этот показатель примерно составляет около 13%. У нас в стране в среднем по стране, по Российской Федерации, около 21%. То есть из каждых 100, 21 человек в течение года погибает от запущенных форм рака толстой кишки. И вот в тех регионах, положим, где уже стартовали за несколько лет до этого, это вот мы говорим с вами о Таштане и Башкирии. Ну, примерно 5 лет чуть раньше, да? Но у них уже это примерно составляет около 18%. То есть это, конечно, не щелчок. Вот мы сейчас начнем скрининг, и кардинально что-то изменится. Но это изменится. Изменится, потому что самый главный, ключевой момент. В подавляющем большинстве случаев рак толстой кишки в процессе канцерогенеза проходит стадию доброкачественного образования. И наша задача, то есть скрининг не только выявления ранних форм рака, но и вторичная профилактика. То есть увидев новое образование, полип в частности, его нужно легко удалить. И вот его нужно удалить, и этим мы прерываем этот процесс образования рака. И понятно, что этот человек уже должен регулярно, если у него есть полипы, в зависимости от размеров, уже определяется алгоритм выполнения колоноскопии. А сколько в среднем времени занимает процесс от развития полипа до уже как раз качественной? Ну, все зависит, это, положим, генетически обусловленное. То есть есть наследственная форма рака. Например, это семейный адноматоз, который в 100% случаев заканчивается развитием рака толстой кишки. Это синдром Линча. Он такой многообразный, но чаще всего наряду с молочной железой, со щитовидной железой. И при этом синдроме, это наследственный рак, чаще всего поражается толстая кишка, такая мишень. И Анжелина Джоли, как вы знаете, вот она отрезала себе грудь, я думаю, что погорячилась. Как раз, что у нее нашли эту мутацию характерную... Семейная имплантами? Да. Но суть не в этом. Я к тому, что вот как она серьезно к этому подошла. Ну, может быть, это фобия тоже, да? Ну, скорее всего, семейная. Такая гиперкулька настороженность. Ну, у нее, насколько я помню, в семье и мама, и тетя, поэтому там такой семейный анамнез отягощенный. Но я не призываю профилактически отрезать даже при синдроме Линча, потому что здесь вот колеблется продолжительность вот этого вот тоже, несмотря на то, что он называется неполипозный рак, но на самом деле стадия полипа существует при синдроме Линча, но она, вот эта стадия полипа немножечко короче. То есть она где-то от двух до пяти лет. Считается, что при спорадическом, случайном раке, этот период может растягиваться до десяти лет примерно. То есть таким образом у нас есть... Есть время, да? Всевышний нам предоставляет шанс. Просто делайте эти скрининги, показите диспансеризацию. И это зависит от каждого из нас. Да. От каждого из нас. Казалось бы, вроде бы, вот есть же, да? Да. Уже видна вот эта логистика, что мы должны делать. Более того, если мы говорим о Японии, где это уже существует с прошлого века, и мы понимаем, там развита, конечно, так скажем, эта система производства высококачественной эндоскопической аппаратуры, и там эта проблема уже сейчас, они наилучшие имеют показатели по заболеваемости, наиболее низкие, и, соответственно, по результатам лечения. То есть, ну, это, конечно, требует очень длительного промежутка времени. Сразу вот такой параллель напрашивается, насколько же мы отстали, если... Нет, ну, я не готов сказать, что отстали. Ну, догоняем, все равно же. На самом деле, так скажем, тут же наши социальные проблемы, которые в истории новейшие возникли у нашей страны. То есть у нас, я напомню, что в свое время советская медицина была признана ВОЗ одной из лучших в мире, и это направление достаточно, так скажем, последовательно развивалось в течение десятилетий, и все-таки, насколько я могу ошибаться, Но у нас уже в советские времена, во времена Брежнева, продолжительность жизни составляла около 71 года. То есть, на самом деле, мы вот за счет вот этой вот программы последовательной развития здравоохранения, диспансеризации, уже имели большие успехи. Думаю, что если бы не вот это истерические события... Как мы умеем, да, усложнять себе жизнь. Да, до основания потом, вот, это, наверное... Легких путей, да, свой путь. Но я абсолютно уверен, что мы опять возьмемся и сделаем с вашей помощью, в равномерии. Ну, вот, в данном случае, этот эфир, я надеюсь, какую-то определенную лепту вносит. Должен, мы надеемся на это. Да, и актуальность этой проблемы. А вот хотела спросить, Рома Альбертович, вы, как главврач Мурманской областной больницы по хирургии, онколог, насколько я знаю, тоже, да, это ваша, скажем, вотчина в том числе, что вы ждете от этого круглого стола? Как вы вообще ставите, какие, может быть, цель, задачи к этой цели? Ну, к этой цели мы уже идем достаточно давно, этот вопрос уже не нов, обсуждаем уже более трех лет. Со своей стороны, вот, Юрий Анатольевич сказал, что необходима профилактика удаления всех эпидемиальных образований толстой кишки при выполнении эндоскопических исследований. С этого года мы начали данную уже программу, уже, то есть мы каждого пациента, который к нам приходит на колоноскопию, мы предупреждаем о возможности сразу единовременного удаления образования. При амбулаторной эндоскопии. То есть есть такая возможность, есть, получаем согласие пациента, мы сразу удаляем, и пациент остается либо амбулаторно, либо дневной статус, либо круглосуточный. То есть мы такую возможность предоставляем. Пациентам надо понимать, что, приходя в областную больницу, можно сразу единовременно удалить образование. Он должен быть к этому готов, потому что зачастую пациенты, приезжая, особенно с удаленных районов, они не знают об этой возможности и часто отказываются от этого удаления, к сожалению. Просто не готовы психологически? Не готовы задержаться, не готовы остаться под наблюдением. Здесь возникают, как бы, некоторые проблемы, скажем так. Но мы в этом направлении уже работаем. Также, в принципе, у нас была достаточно большая очередь на эндоскопические исследования, которую с большими достаточно усилиями, но мы практически, надеюсь, полностью оккупируем. И со следующего года, если у нас вступит программа скрининга колоректального рака, мы, со своей стороны, будем готовы выполнять эндоскопические исследования пациентам, которые прошли первый этап скрининга. То есть у нас с 2024 года наша задача, чтобы программа заработала в полном объеме. Вот как раз скрининг колоректального рака в нашем регионе. Мы на это надеемся. В этом году, вот, Илья Анатольевич Врамковчик, вы приехали, у нас проходит пилотный проект. Проходит первый этап исследования калоноскрытой крови в Мончегорске, работник комбината. И мы готовим условия для этой группы пациентов, у кого будут положительные результаты теста, для выполнения эндоскопического исследования. Это сейчас. То есть это уже в процессе есть? Это уже в процессе. А с 2024, дай бог, заработает в полном объеме. Мы сейчас на небольшую рекламную паузу вернемся, в эфир буквально через несколько минут. Мы продолжаем диалог. Сегодня он посвящен очень актуальной, как в ходе нашей беседы выяснилось, на первом месте по смертности как раз вопросы, связанные с колоректальным раком, и на втором месте по заболеваемости для нашего региона, ну а для мира в целом тоже это в тройке лидеров. Я хотела, знаете, что спросить. Вы готовились к эфиру, читая материал, нашла такие данные, что колоректальный рак молодеет. Это действительно так? Ну, я думаю, что здесь не совсем так. Он может встречаться у кого угодно, поскольку есть наследственные формы. Мы уже с вами упоминали, это синдром Линча, и семейный адоматоз может развиваться даже с детского возраста, если мы говорим о семейном адоматозе, который, еще раз я хотел бы подчеркнуть, малигнизируется в 100% случаев и протекает не очень благоприятно. А если мы говорим, вот положим, для чего вот здесь мы вообще находимся сегодня? Это во многом инициативы и Министерства здравоохранения Мурманской области, но в равном мире и вашего депутата Татьяны Алексеевны Кусаека. Мы с ней неоднократно встречались, и по ее инициативам мы приехали сейчас. То есть я приехал не один, находится здесь команда, и мы хотим показать не просто пример, что вот где-то мы там что-то такое находим, а вот конкретно у жителей Мурманской области. И сейчас я здесь, а в ночи наша команда поехала в Манченкорск. И сейчас уже ведет разъяснительные беседы, и будут прочитаны лекции для всех работников НОР Никеля с тем, чтобы сагитировать их, сдать самое дорогое кишечное содержимое. Здесь уже будет организовано как раз исследование иммунохимическим методом на содержание гемоглобина в кишечном содержимом. И, соответственно, также будет проведено анкетирование, а затем, соответственно, будет уже выполняться и колоноскопия тем, у кого положительный тест или у кого неблагоприятный семейный анамнез. Здесь тоже нужно непременно учитывать. И наряду с нашими коллегами, которые работают здесь, в Мурманской области, мы на помощь отправляем и наших эндоскопистов. В частности сейчас в качестве лектора находится старший научный сотрудник, доктор Скрилевский, который будет своими руками производить, в том числе на стойки, которые нам предоставляют вот эти исследования у тех больных, потенциальных, у которых будет выявлен положительный тест. И вот по тому опыту, который мы уже накопили, мы эти пилотные проекты, даже если взять только этот год, мы проводим в нескольких регионах одновременно. Это в Новосибирской области сейчас заканчивается проект. В той же Казанино, в одном из предприятий в Казани. Дальше мы были в Коголыме, такое столице Лукойла, в болотах расположенное, в Ханты-Мансийском округе. Там около 60 тысяч жителей. Все они организованы. И мы уже там, собственно, проводим тоже такую же программу. И, конечно же, сейчас вот заканчиваем год этим проектом в Мурманской области. И мы будем уже говорить конкретно, что происходит здесь, и каков процент выявления полипов различных. Если возможно, будем удалять. Альберт еще уже сказал об этом, что, конечно же, должно быть таким образом, наряду с тем, что нужно разъяснять людям, насколько это просто. То есть вот если маленький полип, тот опыт, который сейчас есть в других регионах, где-то около 1 см в диаметре, его очень просто удалить. Это не... Во-первых, так скажем, это очень важный такой момент, что болевых рецепторов слизистой оболочки толстой кишки нет. И пациент ничего не чувствует. То есть это достаточно простая процедура. И если это сделать, то, конечно, извлекается, подвергается гистологическому исследованию. Но эндоскопист опытный уже сейчас может понять по особенностям строения сосудистого рисунка, ямочного рисунка, сказать, уже это доброкачественный процесс или злокачественный. То есть это еще один такой важный момент. И, конечно, если есть подозрения на злокачественный процесс, то не будет удаляться во время скрининга колоноскопии. То есть это будет выполняться только в том случае, если, конечно же, есть подозрения, не подозрения на злокачественные, но любой доброкачественный полип, независимо от размера, сегодня подлежит удалению. Учитывая, что это является вторичной профилактикой колоректального рака. И вот тут еще один такой момент, что мы все равно должны объяснять заранее пациентам, потому что, ведь многие из них, положим, принимают по каким-то причинам, кардиальным каким-либо причинам антикагулянты. Он должен до колоноскопии в этом случае за несколько дней отказаться от приема антикагулянтов. И это вот учесть непременно. Конечно, желательно безопаснее, если есть уже изучение свертывающей системы крови, чтобы мы тоже исключили любые риски осложнений в виде кровотечения, положим. То есть и мы должны вот это заранее каким-то образом тоже объяснять пациентам. Этих полипы. Почему же они появляются? И почему они перерождаются в рак? И получается, что вот такая прямая связь здесь есть, что рано или поздно все равно это риск. Вы знаете, есть такие вот выражения в медицине среди урологов и среди онкологов, что там, если среди урологов каждый мужчина доживёт до своей аденомы, предстательной железы. Точно так же каждый человек может дожить до вот своего какого-то рака. Это нормальный биологический процесс. То есть от рака нас может спасти только нерождение, да? В принципе. Да, потому что есть система регуляции жизни клетки. То есть вот ведь так, если очень упрощённо объяснить, то есть нарушаются какие-то вследствия генетических поломок, которые непременно мутации будут или какие-то полиморфизмы, они будут возникать в течение жизни. Это нормальный процесс взросления, я так называю. Взросление, да. Тактично. И, соответственно, какие-то нарушения регуляции жизни клеток. То есть вот ведь клетка должна всё время родиться, пожить какое-то время, а затем есть механизмы её уничтожения или по-научному апоптоза. И вот когда вот этот процесс апоптоза нарушен, и клетка не уничтожается, и накапливается, и не уступает место молодой клетке, то в результате вот из нормальной клетки образуется то самое, о чём мы говорим. И это может происходить, эти поломки, и в течение жизни под влиянием различных канцерогенов. Есть... Гормональный фон. Ну, гормональный фон может быть в меньшем мере. А вот если мы говорим о влиянии экологии, положим, то это точно совершенно влияет, поскольку вы понимаете, что потом, может быть, какие-то технологии в сельском хозяйстве могут применяться, в животноводстве. Потому что, я насколько знаю, различные добавки. Ну, антибиотики, в частности, наверное, скорее всего, в животноводстве продолжают использоваться. Они влияют на... Недобросовестно. ...микробиоту. Но вы знаете, технологии не остановишь. Они имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Если мы хотим избежать голода, который до сих пор, как вы знаете, существует в мире, а у нас, слава богу, в стране и во многих странах европейских все-таки проблемы голода не существует. Но тогда применяются какие-то технологии, которые позволяют увеличивать производительность. Это такой процесс неизбежный. И, соответственно, если там, положим, какие-то антибиотики попадают или бездумные употребления с помощью медицины, антибиотиков, по любому чиху, они приводят к нарушению микробиоты. А микробиоты это очень важный регулятор жизнедеятельности организма. Это первое. Во-вторых, вот, положим, все говорят о том, что нужно, вы, наверное, слышали, ограничивать красное мясо. Почему, спрашивается? Это же обработка? Не, не только обработка. Красное мясо может быть и достаточно свежее, например, не замороженное, это говядина, свинина. А почему красное мясо? Почему цвет определяется красным? Потому что там есть гемоглобин. А гемоглобин состоит из каких частей? Глобин – это белок, и он никакого вреда не имеет. И гем, который в процессе метаболизма в кишечнике вырабатывает внутренние канцерогены. гемогены. И поэтому и говорится, что вот об этом и это был такой вот, так скажем, бюллетень ВОЗ, который этого определил, роль, вот именно образования из гема, вот, внутреннего эндогенного канцерогена. И мы еще из внешней среды можем получать ровно такие же вредные штучки, которые влияют на как раз смену клеток, которые составляют слизистую оболочку толстой кишки, в частности. Скажите, вот этот пилотный проект, который сейчас проходит у нас в Манчегорске, как раз в ходе именно популяционного скрининга, и вы сказали про экологию, да, Манчегорский район далеко не самый благополучный в плане экологии у нас в Мурманске и комбинация, соответственно, Кольская ГМК, да, вот эти все нюансы с производством и другими вредностями, скажем, по-простому. Вот ожидаете ли вы здесь каких-то, может быть, других показателей или вот эта область исследования, вот именно этот срез, как вы думаете, даст какие-то интересные моменты? Ну, давайте мы, есть какие-то профвредности, и, может быть, это не связано с долговременными процессами, о которых мы с вами говорим, потому что, если мы говорим, опять же, о нарушении регуляции апоптозы, то это растянут во времени нашей жизни процесс, и, конечно, он долголетний, и это может влиять, скорее всего, просто такие вот профессиональные вредности на другие какие-то факторы, но если мы говорим о колоректальном раке, то я не думаю, что что-то изменится кардинально, но если положим, мы получим те же результаты, которые мы получили в других регионах, что у 40-70% выявляются полипы, у 40-70%, подумайте, то мы, я думаю, будем сподвигнуты и наши органы здравоохранения, и, наверное, органы управления на то, чтобы все-таки каким-то образом выделить дополнительные средства. Мы же не можем уменьшить средства на лечение по вашим онкологическим больным. И вот здесь упирается еще вопрос финансирования, то есть потребуются, наверное, дополнительные кадры, дополнительное оборудование, которое достаточно дорогостоящее, и оно, его требуется все время возобновлять. И поэтому, конечно же, опять же, вот выявятся новые полипы, но это же дополнительные, то есть возрастет, более того, возрастет выявляемость, и таким образом повышится еще больше показатель заболеваемости колоректальным раком. Его же нужно будет, этих дополнительных больных нужно будет лечить. Значит, должны быть мощности в той же областной больнице, в онкодиспансере. Арам Альбертович уже чувствует, перспективу развития событий, как-то так. Арам Альбертович, поверьте, мы не открываем глаза, он прекрасно это все знает. И вот здесь вот наша задача всех вместе, и депутатов, и врачей, и масс-медиа, и правительство Мурманской области попытаться где-то, каким-то образом выделить и найти возможности организовать эту проблему и программу. И решение. И решение ее. Поэтому вот это такой непростой вопрос. Поэтому мы с вами об этом и говорим. И должны быть еще мотивации для того, чтобы еще лишний раз. А вот мы провели, вот выявили, и вот считайте, что мы наоборот на перспективу мы изменим затраты, потому что уменьшится количество больных, страдающих запущенными формами. И значит, уйдут огромные траты. Поверьте, много... Конечно, но это вот сейчас нужно, сию секунду, чтобы сдвинуть проблему, нужно найти средства. я уверена, что у нас есть пути решения в реализации скрининга колоректального рака у нас в регионе. Мне кажется, что и достойный опыт есть, и достойное лечебное заведение, базы, мощности. Просто надо немного, так сказать, сконцентрироваться и усилия совместные приложить. Я все-таки хочу, чтобы мы завершили на какой-то такой позитивной ноте нашу сегодняшнюю беседу. Я вас уже отпускаю буквально две минутки. Вот, может быть, какие-то обращения, рекомендации жителям Кольского полуострова в рамках той проблемы, которую мы сегодня обсуждали. И вообще, в принципе, не только жителям Кольского полуострова. Ведь очень многое зависит от самого человека, от того настроя, от той решимости, от организации, самоорганизации, чтобы мы не ленились, шли вперед и делали то, что надо. Были вам в помощь. Вы знаете, так с вами легко вести беседу. сегодня. На самом деле, потому что чувствуется, что вы погрузились в проблему, и я думаю, что вы будете в числе первых, кто обратится для выполнения колоноскопии. Потом можно даже не проводить тесты, потому что вот с моей точки зрения мы почему сейчас вот такую сложную схему применяем, поскольку у нас не хватит ресурсов для того, чтобы, ну, положим, с какого-то возраста всем тотально проводить колоноскопию, тогда значительная часть жителей нашей страны должны превратиться в медицинских работников, и, соответственно, мы должны потратить сумасшедшие средства на закупку специального оборудования. Это, конечно, но мы вправе, и мы можем повлиять на свою судьбу сами, потому что и должны это сделать непременно. Но для этого вот с нашей помощью попытаться осознать реальную опасность, реальную возможность заболеть и попытаться найти способы заставить себя подготовить кишку и вот прийти к эндоскописту, но уже быть готовым к тому, о чём мы сейчас говорили, уже тогда отменить, если применяются какие-то разжижающую кровь препараты, соответственно, может быть, сделать предварительно анализы, может быть, часть своих средств потратить не на еду или на какие-то там другие удовольствия, а вот на то, чтобы найти способ сделать предварительно те же анализы, потому что может быть, система сразу всего не переварит. То есть мы можем решить свою судьбу сами, каждый из нас, кто является гражданином Российской Федерации. Спасибо. Спасибо за интересный диалог. Вам удачи и успехов в важном деле. И будем здоровы и физически, и ментально. Абсолютно. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.